Никогда не выбрасывайте этот ценный домашний продукт. И вот почему. Перед вами яблочный гриб, который образовался после приготовления домашнего фруктового уксуса. Говорят, что если в уксусе вырастает яблочный гриб, значит он приготовлен по настоящей технологии. И такой уксус является лечебным. А кому интересно посмотреть, как я готовила этот фруктовый уксус, заходите в описание, там найдете ссылку. А сегодня мы узнаем, что же делать с яблочной уксусной маткой или яблочным грибом. Его можно запустить в новую порцию сока. А можно убрать на хранение, положить гриб в банку с небольшим количеством уксуса и поставить в самый дальний угол кухонного шкафа. При необходимости уксусный гриб можно разделить на части, просто порвать на куски. Потом каждый кусок можно запустить в свою порцию сока. Таким образом сок быстрее превращается в домашний целебный уксус. Уксусная матка имеет вид прозрачного гриба и находится на поверхности жидкости. Погибнув, уксусная матка погружается на дно посуды и становится бесполезной, поэтому ее выбрасывают. Яблочный уксус при гибели матки не теряет лечебное качество. Хранить уксусную матку следует только в яблочном уксусе. Многие думают, что уксусный гриб и чайный гриб одно и то же. Но это не совсем так. В состав чайного гриба входит несколько разных видов бактерий. А уксусный гриб состоит из преимущественно одного вида уксусно-кислых бактерий. Уксусный гриб получается в процессе образования яблочного или фруктового уксуса. Уксусный гриб эффективен в борьбе с глистами. Он снимает боли в суставах, помогает при кожных заболеваниях. В процессе брожения растительной основы, например, фруктов, ягод или зерновых, происходит образование натурального осадка и уксусной матки. Уксусная матка – это естественная субстанция, которая, собственно, и творит уксус, перерабатывая образующееся при брожении спирты в уксусную кислоту. Домашний уксус по этому рецепту получился просто шикарный, ароматный. В приготовлении ничего сложного нет, а в итоге получается 100% натуральный продукт. Сейчас я расскажу, как я буду применять уксусный гриб и для чего. Я разделяю гриб на небольшие кусочки и просто удобряю им огород. Это обогатит землю полезными микроэлементами. И такой способ можно также использовать для профилактики мучнистой росы, чернопятнистости и фитофтороза. Уксус, уксусная матка не навредит огурцам, кабачкам, томатам и плодовым кустарникам. Также это может защитить растения от колорадского жука и мух-вредителей. Ну а с фруктовым уксусом существует множество народных рецептов. Его используют как наружно, так и принимают внутрь. Он выводит из организма шлаки, снижает аппетит, способствует похудению. Полезен при мигрении, артрите, бронхиальной астме. Уксус следует употреблять в ограниченном количестве. Фруктовый или яблочный уксус мягко очищает организм и выводит шлаки, токсины и прочие вредные и ненужные вещества из организма. Яблочный или фруктовый уксус – это известный спазмолитик, антисептик и природное мочегонное средство. А в этом видео перед вами фруктовый уксус на основе яблок и слив. А как я его готовила, ссылка в описании. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале!